Святыня Валаамского монастыря Сергия Германа. Валаамских чудотворцев. История монастыря с древнейших времен по настоящее время. Составитель Кондратьев. Москва. 1896 год. Спасение бессловесного животного. Спасение бессловесного. По молитвам валаамских чудотворцев очень многие православные христиане разных возрастов, званий и состояний получали исцеление от многоразличных телесных болезней и недугов душевных. Исцеление двухлетнего младенца по обету родителей. В Выборгской губернии Сердобольского уезда Салминского погоста деревни Лунгули крестьянина Ивана Антонова Меньшакова сын двухлетний младенец Иоанн слишком год страдал расстройством тела от внутренних болезней. Долго пользовали его разными средствами, но все бесполезно. Напоследок родители молили преподобных Сергия Германа помочь их сыну, обещая по выздоровлению везти его во святую валаамскую обитель. И малютка через несколько дней после сего обета совершенно выздоровел. Исцеление больной руки четырехлетнего мальчика. В Выборгской губернии Сердобольского уезда Салминского погоста в деревне Лунгули у крестьянского четырехлетнего мальчика Артемия Антонова Меньшакова слишком богода болела рука под лесамой кисти, и малютка не мог ею владеть. Все пособия местного врача оставались безуспешны. Родители Артемия опасались уже, что он навеки останется калекою. Мать ребенка с усердную молитву обещала отслужить преподобным Сергию Герману молебен. Язва на руке мальчика с того же дня стала заживать и в короткое время совершенно закрылась. Исцеление по обету родителей малолетней священнической дочери Марии, болевшей глазами и расслаблением ног. Дочь священника Либернского прихода деревни Тайболя в Финляндии Михаила Петровича Болотинского Мария два года страдала болью глаз и расслаблением ног. Родители, не видя пособия от человеческих врачеваний, прибегли с молитвою к угодникам Божиим Сергию и Герману, прося их предстательства пред Господом о исцелении болящей Марии. Они дали обет, если облегчится недух дочери, вести ее на поклонение чудотворным их мощам. Вскоре Мария совершенно выздоровела. Благодарная мать в июле 1850 года приезжала на Валаам с исцеленную и другими двумя дочерьми, где, прославляя Бога и преподобных его Сергия Германа, поведала чудесное уврачевание дочери своей святой их помощью. Исцеление расслабленной девицы 20-летняя девица Агафья Макарова, крестьянка Выборгской губернии Сердобольского уезда Салминского погоста, деревни Гиеви, что на острове Старая Мыза, зимой у 1849 года внезапно впала в расслабление всего тела, которое продолжалось слишком пять недель. Особенно она страдала болью в голове, так что не могла ею пошевелить. Агафья не имела никаких медицинских пособий, просила лишь преподобных Сергия Германа о своем исцелении, обещая по выздоровлению идти пешком на поклонение чудотворным мощам валаамских угодников. Молитва ее была услышана. Ей вдруг стало легче, и в короткое время она была в состоянии исполнить свой обед. На день празднества Благовещения Пресвятой Богородицы в 1849 году приходила на валаам уже совершенно здоровую и поведала о случившемся с нею, проживающему в монастыре родному дяде своему Василию Юдину Макарову, последствии монаху варлааму. Исцеление хромого Феодора Гаугини Уроженец Манинского острова, деревни Пелтозе, Федор Иванов Гаугини, будучи на работе, внезапно почувствовал боль в ноге, которая быстро усилилась, и вскоре он принужден был ходить на деревяшке. В этом жалком состоянии Феодор обратился с молитвой к преподобным Сергию Герману, прося от них исцеления. Молитва его была услышана. Ноге стало тотчас же легче, Феодор поехал валаамский монастырь, и там в скором времени нога его совершенно исцелела. В благодарность к преподобным Феодор жил два года работником при монастыре. Исцеление Санкт-Петербургского купца капитона Михайловича Михайлова от холеры. Летом 1849 года Санкт-Петербургский купец капитан Михайлович Михайлов, проводив супругу свою на богомолье валаамский монастырь, внезапно заболел холерою. Болезнь развелась быстро и достигла той степени, что все усилия помочь страдальцу остались безуспешны. Болящий это заметил и стал уже мысленно прощаться с отсутствующей своей супругой. Горько жалел он, что не поехал с ней, и вспомнил, что не раз давал обещание поклониться валаамским чудотворцам, но все по житейским нуждам отлагал до удобнейшего по его расчетам времени. И вот как бы в наказание умирает в разлуке с женою. Он стал просить угодников божиих, да простят его согрешение и помолятся Господу Богу о душе его, обещая, если получат исцеление, немедленно ехать на валаам. Едва эта молитва была произнесена, припадки болезни остановились. Умирающий стал мало-помалу оживать. Это случилось в одиннадцатом часу ночи, а в шесть утра капитан Михайлович, почти совершенно здоровый, ехал уже на пароходе Петр Великий в валаамскую обитель, воздать благодарение преподобным Сергию Герману, столь скоро услышавшим его раскаяние и молитву, и так чудно исцелившим его. Исцеление Санкт-Петербургского купеческого сына. Ивана Старцева от падучей болезни. Купеческий сын Иван Старцев на четырнадцатом году своего возраста подвергся припадкам падучей болезни, которые мучили его почти каждый день. Год и десять месяцев в 1848 году пользовали его в Санкт-Петербургской детской больнице, но все старания врачей оставались безуспешны. Напоследок Иван так изнурился, что отчаивались уже в его жизни. Крестная мать Ивана Купчиха Фекла Матвеевна Погодина посоветовала ему молиться о своем исцелении валаамским чудотворцам Сергию и Герману и положить обещание трудиться в их святой обители несколько времени. Юноша, вняв благочестивому совету крестной матери, стал молиться угодникам Божиим, и припадки прекратились. Силы его начали укрепляться, и через полгода он был в состоянии исполнить свой обед. В феврале 1850 года приехал он валаамский монастырь и прожил там около года в совершенном здоровье. Исцеление от пьянства Крестьянин Выборгской губернии Сердовольного у съезда деревни Рандова Михаил Ильин Вайтине в течение многих лет был одержим пьянством. Запои его продолжали по несколько месяцев, и почти всегда сопровождаемы были белую горячкою. Припадки кои иногда бывали так сильны, что Михаил впадал в неистовство и несколько раз покушался на самоубийство. О призраках, которые его смущали в это время, до сих пор он не может вспомнить без ужаса. Все старания родных и в особенности человека-любивого купца Семена Ивановича Дружинина, у которого Вайтине жил в работниках на рыбных ловлях, не имели успеха удержать его от этой пагубной страсти. Наконец Михаил достиг обыкновенных неизбежных следствий пьянства, телесного расслабления и даже слабоумия. Но Бог, не хотя смерти грешников, разумил благочестивых людей, пользовать недух его словами Христовой веры. Страдальца расположили к молитве. Михаил прибег к предстательству и защите валаамских чудотворцев, Сергия и Германа. Скоро в смущенной душе его водворились мир и благопокорность. Он стал укрепляться и телесными силами. Напоследок, сознавая, что ходатайством преподобных Сергия и Германа спасен от вечной погибели, вожелал посвятить остаток дней своих служению угодникам Божиям в их обители и поселился на Валааме, где из лютеран присоединился к Святой Православной Церкви и потом посрижен в мантию с именем Михея. Исцеление от умопомешательства и глухоты. В Выборгской губернии Сердобольского уезда, деревни Хучука, крестьянин Семен Константинов в 1847 году впал в умопомешательство и оглох. Родные его усердно молились преподобным Сергию Герману, да облегчать недух страдальца и, веруя твердо, что угодники Божии не отвергнут их молений, повезли больного в Валаамскую обитель. Здесь по окончании божественной литургии и молебного пения богоносным отцам повели семенок многоцелебной раки нетленных мощей валаамских чудотворцев. И едва больной приложился к ней, на лице его выразилось радостное спокойствие. Ходатайством преподобных Сергия и Германа Господь совершенно исцелил больного и потом крестьянин Семен Константинов, прославляя угодников Божиих, совершенно здоровым и наравне с другими, выполнял все обязанности своего быта. Исцеление елеем от лампады преподобных Сергия Германа, отчей крестьянина Алексея Иванова. У крестьянина Выборгской губернии Седобольского уезда Салминского погоста Алексея Иванова промыслом рыбака долгое время болели глаза, не получая никакого облегчения от употребляемых им средств, он отправился на Валаам и там, помолясь усердно предчудотворную ракою угодников Божиих Сергия и Германа, взял из висящей пред нею лампадки елея, помазал им больные свои очи и тут же получил исцеление. Возвратясь на родину, уделил и другим болящим взятого им от святых мощей елея. Все, употреблявшие его с верою, получили облегчение своим недугом. Исцеление купеческой вдовы Андреевой 1828 год, июль 6 дня. Прибыла из Санкт-Петербурга первой гильдии умершего купца Семена Евстафьева, сына Андреева, жена Агриппина Семеновна, сопровождаемая двумя родственницами, служащими ей в дороге. Она была подвержена беснованию и страдала от него 22 года. В продолжении сего времени она ужасно мучилась. В церкви, особенно во время литургии, выходы малые и великие, при чтении Святого Евангелия и во время причащения дух злобы, то изгонял ее из храма, то ударял о землю, то мучил и терзал, и почти постоянно подвергал ее страшным мучениям, на которые нельзя было смотреть без слез. Она не могла терпеть Ладана и с упорством отвращалась от него. При раздаче антидора, целовании Святого Креста, краплении Святой Водою и помазании Святым Елеем случились с ней ужасные перемены. Она то кривлялась, то смеялась, сильно ударяема была озим, и спускала изо рта пену и кричала не своим голосом. Всех страданиях Андреева искала пособия от врачей земных и не находила. Наконец, в начале июня 1828 года в сонном видении узрела она светолепных мужей, возвестивших ей искать помощи в Валаамской обители, которой она особенно благодетельствовала. Она исполнила это повеление и, несмотря на препятствия со стороны родственников ее, приехала в обитель. Здесь от 6 до 8 числа при каждой литургии возначенные священнодействия случались с ней ужасные припадки, вследствие чего казначей сего монастыря и яромонах отец Арсений вместе с другими старцами соборно служил преподобным всеночное обдение и молебен. По окончанию онного приступлено было к чтению над ней церковных заклинательных молитв по большому требнику. Дело сие поручено было и яромонаху, отцу и языке Илю. При начале заклинания 8 июля сначала оказалась она спокойную, стояла со вниманием, усмехалась изредка. Когда возложили на нее святой крест, она сильно противилась всему, рвалась, кричала, и едва при помощи ее спутниц и некоторых богомольцев удержана была на месте. В следующий день, 9 июля, по окончании ранней литургии снова приступлено было к чтению над ней заклинаний. В это время она также не иствовала. Наложение на нее святого креста происходило с величайшим усилием. Заклинания усилены, и дух злобы, видя свое изнеможение и скорое изгнание, поверх болящую и с трепетом сказал свое имя. Получив сведения об имени мучащего духа, заклинатель с большой ревностью, с сильнейшую верою восстал на него, приказывая ему именем Господа Иисуса немедленно оставить болящую и выйти вон. Долго продолжалось это настоятельное требование. Дух злобы долго противился, говоря «не выйду», но побеждаемый силою креста Господня не мог противиться более. После невольного слова «выйду» пошла изо рта у болящей густая слюна и сделался сильный, отвратительный запах в церкви, который в ту же минуту и прошел. Это было знаком исхождения из нее духа злобы. После сего она села, успокоилась и крепко заснула. Окончание заклинаний происходило уже над сонную. Выйдя из церкви, она весь день спала и ничего не знала, что с ней происходило. Сомневаясь, впрочем, действительно ли вышел из нее дух злобы или на время только притаился, чтобы дал отдохновение страждущей снова и с большей силой напасть на нее. За нужное сочтено для большего удостоверения еще раз повторить над ней заклинание. Почему 10 числа в третий раз читаны были над нею заклинательные молитвы, но уже ничего не найдено, ибо дух злобы действительно оставил ее. Она была спокойна, благодушна, слушала молитвы с особенным вниманием и молилась Богу прилежно. По окончании всего прочитана Господу Богу, спасающему страждущих от духов нечистых, с коленопреклонением молитва. Приложившись к раке преподобных и воздав им благодарение, она попросила святой воды, ладана и золы искодила. И, смешав онное, выпила, мазалась также святым маслом из лампады преподобных, чего прежде терпеть не могла, того уже сама просила. Выйдя из церкви, она спокойно беседовала с духовником, пользовалась его наставлениями, ходила по острову, посещала больных и, пробыв в монастыре неделю, причастилась к святых тайн, которых столь долгое время лишалось. Затем отправилась благополучно в Санкт-Петербург, славя Господа и угодников, его преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Действие продолжалось в первый день с литургией 4 часа, во второй 5 часов, в третий 3 часа с половиной.